На вокзале Сочи количество пассажиров хоть и сократилось вдвое, но все же они есть. Сотрудники железнодорожных ворот курорта работают в масках и перчатках. Пассажирам настоятельно рекомендуют пользоваться антисептиком. На первый путь прибывает поезд Москва-Адлер. Людей на перроне совсем немного. Полиция проверяет, прибывающих в Сочи, откуда приехали и с какой целью. Тем более, 1954 года рождения. Вас должны были предупредить, что в возрасте люди... Я понимаю, но маска не дает вам гарантии. Вы куда прибыли конкретно? Адрес можете назвать? Гостиница как назвать? Мы на частную северку приехали. Вы знаете, что с постановления губернатора номер 129 закрыты все гостиницы. О распоряжении слышали, но, видимо, как это бывает, понадеялись на авось. Не надо сломать. На что надеялось эта семья, тоже неизвестно. Эти люди вернулись в Россию из Индонезии. 28.03 пересечения границ. А откуда вы приехали? Тут написано Индонезия. Прилетели в Москву самолетом, оттуда поездом до Сочи. Как сами говорят, на карантин. У нас здесь ребенок учится в школе. Мы здесь уже 6 лет находимся. Мы решили для себя, что нам удобнее приехать в Сочи и здесь просто побыть, потому что мы здесь и работаем, и сам, ну, то место, где мы здесь живем, оно чуть-чуть побольше, чем московская у нас квартира. И поэтому мы решили, что здесь нам будет комфортнее. Мы, когда прилетели, нас проверили температуру. Все было очень четко, было много столов. Были люди, которые нам все объяснили. Мы спросили, можем ли мы сейчас доехать до Москвы, сесть в поезд и доехать до Сочи. Нам сказали, да, добираемся сейчас до дома и садимся на полный карантин. Но у Роспотребнадзора свой сценарий развития событий. Семью решили отправить на изоляцию в обсерватор под наблюдение медиков. Краевой оперативный штаб напоминает, что люди, которые вернулись из-за границы, должны две недели находиться в изоляции. Нарушение режима влечет административную ответственность. Сотрудники Краевого Роспотребнадзора уже выписали 40 штрафов. Повторное нарушение грозит уже уголовной ответственностью. Сейчас на домашнем карантине в регионе находится 2892 кубанца. В обсерваторах размещены 42 человека. Три в Краснодаре и 39 в Сочи. По администрации курорта еще раз напоминают. В городе закрыты все гостиницы, магазины и кафе. Отдыха здесь не получится. Все на домашней самоизоляции. В мэрии еще раз просят отказаться от поездок в Сочи. В городе сокращено количество транспорта. Введены ограничительные меры губернаторам Краснодарского края, Вениамином Ивановичем Кондратьевым. Межрегиональным перевозкам внутри города мы сократили полностью маршрутную сеть до необходимого уровня. Три раза в день. Утро, обед и вечер. Проводится информирование прибывших гостей и жителей в город-курорт Сочи о необходимости соблюдать карантинные меры. О необходимости находиться дома. Люди, которые прибывают сюда с целью туризма, разъясняются, если они вдруг не получили разъяснение от своего туроператора, разъясняются нашими работниками, работниками полиции и Росгвардии на железнодорожных вокзалах о необходимости вернуться домой. В Краснодарском крае сократили количество электричек, отменили автобусные рейсы между городами, закрыто авиасообщение между Краснодаром и Сочи. На посту магрий поток автомобилей на въезд в Сочи снизился вдвое. Сейчас это около 2000 автомобилей в сутки. В основном въезжают местные жители. Все ограничения введены для того, чтобы у людей не было соблазна путешествовать или пережидать пандемию у моря. В конце прошлой недели на курорте было около 52 тысяч отдыхающих. Сейчас, по информации мэрии, осталось 21 тысяча туристов, которые, как и все сочинцы, обязаны обеспечить самоизоляцию. Добавлю, что всего в Краснодарском крае было зафиксировано 17 случаев коронавируса. Восемь из них в Сочи. Двое пациентов в крае уже выздоровели и были выписаны.